Привет, мои хорошие, привет, не унывающие любители аудио. Сегодня я для вас и для себя, в частности, тоже буду показывать самый интересный момент собственно создания двухполосной акустической системы, это выбор параметров раздела полос. Да, это самый творческий, самый сложный, самый интересный, самый многогранный и по-разному решаемый процесс, поэтому сегодняшний выпуск я посвятил только выбору параметров раздела, больше ничего. Забегая вперед, могу сказать, что, в общем, мы остановимся, скорее всего, на стандарте, то есть 2,8 кГц приблизительно и приблизительно второй порядок фильтров. Однако, сейчас мы это все, я вам дам возможность послушать, для этого я подключил каждый динамик к одному из каналов усилителя, подключил микрофон, направив, ну, по благоприятной диаграмме направленности для обоих динамиков, запишу это все, сигнальчик, подложу сюда чистовую запись микрофона и вы услышите, что сейчас будет происходить. Поэтому я сейчас включу, скорее всего, запись с экрана и буду вам показывать и коротко комментировать, что я буду делать. Тут, в общем, суть какова. Я пользуюсь программой Reaper, в ней использую несколько плагинов, вам, возможно, известных, если нет, название их на экране. Один из них, кроссовер, в частности, позволяет на один канал подать сигнал, допустим, фильтра низких частот, а на другой фильтра высоких частот. Таким образом, я так и сделал, так и скоммутировал всю эту систему. Поэтому вот эта красная кривая будет характеризовать то, что подается на басовый динамик. И беленькая это то, что подается на твиттер Monocore. Напомню, что это двухполоска на базе 6,5-дюймового динамика CIS, CIS и Monocore. Большого динамика Monocore с довольно такими неприглядными графиками АЧХ по самым-самым высоким частотам. Однако он имеет кучу каких-то своих позитивных свойств. Он довольно музыкальный оказался. Он большого размера, 30 мм. Я не знаю, как это выразить, но он звучит как-то более фундаментально. Кроме того, у него заявленная мощность чуть ли не 50 Вт или 80, что позволяет подавать на него значительный сигнал более низких частот, то есть резать пониже. Один из уважаемых мною специалистов аудио-любителей аудио сказал мне, что из него хорошо бы вылить магнитосфекционную жидкость и резать повыше. Но я бы так и сделал. Во-первых, я не хочу тюнить динамик, то есть что-либо из него выливать, досыпать или размазывать. Я хочу использовать его так, как из коробки. Собственно, это новая пара, которую предоставила мне компания Monocore. И кроме этого, учитывая его невероятную перегрузочную в этом плане способность, то есть чудовищную мощность для такой системы, которая, конечно, не будет востребована, я позволю себе попробовать его. Сейчас мы с вами послушаем. Кстати, как он звучит, и пониже, и повыше. И примем какое-то решение. Но, однако, я все-таки думаю, что даже не из-за него, а из-за басового динамика, которые, ну, короче говоря, мы сейчас посмотрим, все это прослушаем, и вы станете свидетелем этого таинства, так сказать. Графики, которые вы увидите сейчас здесь крупно у себя на экране, включаю, значит, вот это вот эквалайзер, кроссовер, который подает, разделяет полосы. Они, ну, тут все понятно. Здесь параметр, определяющий крутизну среза выбранного фильтра в данный момент, активного, который я буду мышкой выбирать. На этой АЧХ вы увидите сразу сигнал с микрофона. Вот, кстати, красная кривая, можете убедиться, что это подключенный микрофон. А зеленый спикер – это то, что я буду подавать, и то, что будет подаваться на динамик, скажем так. На динамике. Вот такая вот картинка. Вот это треки, которые я буду использовать. Сначала мы послушаем розовый шум. Это оптимальная штука для выявления багов, параметров, раздела. Можно добиться ровности АЧХ. Сразу заявлю, что там будут проблемы с, во-первых, с баффл степом, который необходимо в этой системе, в отличие от моей трехполосной модели, здесь необходимо будет компенсировать. Поэтому из кривой розового шума, снятой с микрофона, вы увидите буквально белый шум. Ну, то есть ровно АЧХ. И это не совсем так, естественно. То есть вы должны понимать, что мы сейчас говорим только о разделе полос этих двух. Нас больше ничего не интересует. АЧХ – это снятая в комнате в неправильных условиях. Миллион отражений. Все очень хорошо. Нас интересует, как они сошьются, вот эти вот две кривые, и что нам покажет микрофон в этом случае. Вот такая вот беда. Я еще попробую объяснить в процессе, но не знаю, что у меня получится, потому что у меня еще тот объясняющий. Просто цель есть, задача стоит. Нужно сшить двух полосок. Сшить можно множеством разных способов. Это и крутизна среза одного и другого динамика. Это и выбор частоты раздела. Это и подвинуть полосы относительно друг друга. То, что вы сейчас увидите здесь. Это и выбор типа фильтра. Например, у меня было желание сначала сделать кому-то приятное из людей, которые участвовали в обсуждении предыдущих моделей, сделать последовательный фильтр. Но не люблю, не люблю. Потому что он даже второго порядка последовательный фильтр даст затухание всего лишь из-за собственного нокаула. То есть как фильтр первого порядка обычный, параллельный. Не люблю. Все-таки вот эти вот фильтры, они... Ну и, кстати, вы можете посмотреть, кто фабрично применяет последовательные фильтры. Ну, если кто-то и применяет, то это такой выпендреж какой-то локальный, временный, который не получил своего развития. Поэтому я эту тему трогать не хочу. Но вот, да, и фильтры я делаю именно пассивные. Я знаю, что можно сделать активно. Я знаю, что есть такое ДСП. И мне даже компания Hypex предоставляла свои самые последние модульные блоки вот этих вот усилителей трехполосных. Все, но не лежит душа. Я хочу, чтобы все было по фальшую. То есть все, что было по классике. То есть колонки отдельно, усилитель отдельно. Может, мне Сухов свой задарит усилитель. Как я его смогу включить, если у меня будет система рассчитана на бямпинг. Еще, кроме того, я оцифрую благородный материал, например, свинила, для того, чтобы его исказить таким образом. И отдалить себя от заведомой желанной цели. Такие вот дела, дорогие мои. Короче, поехали. Я включаю сейчас запись. Сначала будет розовый шум, потом удары какого-то бум-бум-бум барабана. Ну-ка, дайте я подвину, чтобы он долго там не размусоливал. Потом будет еще барабаны. И потом будет некая музыка, которая вам, ну, должна дать такое более популярное представление о том, что происходит. Итак, поехали. Для начала я займусь высокочастотным динамиком. Для этого я выведу динамик низкочастотный. И сейчас остался только высокочастотный. Красную кривую вы здесь видите. Вот на это вы можете не обращать внимания. Это баги моего измерения. И, кстати, баги этого динамика тоже, но не важно. Нам важно, как он звучит на тех или иных частотах. Итак, сейчас стоит частота 3000 Гц с добротностью 0,7. Можно ли его пускать сюда? Ну, в принципе, по этому сигналу можно. То есть ограничений я не вижу. Ну, давайте посмотрим, что может низкочастотный динамик. Ну, в принципе, тоже может. Давайте послушаем барабаны. А вот тут мне уже начинает не нравиться. Что же с твитером? А вполне себе, между прочим, он не работает. Субтитры сделал DimaTorzok А вот тут уже что-то не очень мне нравится. Выбрано 12 дБ на октаву. Так будет просто хуже, друзья мои. Я уже это вижу и чувствую. Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот такие вот дела. Я многое понял из того, что сейчас прозвучало. Еще раз обратите внимание на кривую, снятую с микрофоном. Это красную кривую. Может быть, еще раз прокрутите себе это видео. Не нужно обращать внимание на низкочастотную часть. И вообще, вот все, что до 2, почти килогерц, это не считается по разным причинам сразу. Не буду вам морочить голову. Важно было убедиться в правильности выбора фильтра 12 дБ на октаву. Но я еще посижу. Это можно, понимаете, часами сидеть, ковыряться и думать, решать. Причем на разной музыке. Но можно потратить много лет на отслушивание. Однако, как и многие говорят, я осциллографами не слушаю, я ушами слушаю. Ну, так вот я вам должен огорчить, что ушами, то есть на тестовом сигнале, вот тут у меня еще белый шум записан, я его не хочу использовать. В акустике не используется белый шум практически на розовом шуме. В принципе, все было видно и в принципе понятно. Баг может выползти с самой неожиданной стороны и неприятной. Поэтому лучше довериться все-таки приборам. А творческий вопрос, вот параметры выбора полос, вот этих самых частоты среза, наклона этой кривой, может быть, каких-то еще нюансов. Вот, кстати, применение, подавление бафл степа, которое я буду делать, когда в следующем выпуске сделаю о уже кроссовере, его разработке и сборке. Там вот об этом немножко расскажу. Еще хотел бы задеть один момент. В моем видео, которое посвящено выбору расстояния между динамиками, я говорил о том, что нельзя делать расстояние больше, чем длина волны, на которой делятся кроссовером эти полосы. Посмотрите это видео, если у вас есть желание. Оно, по-моему, на мой взгляд, объясняет очень много в конструкции динамика и позволяет выявить явную ламерскую конструкцию, отличить ее от реально лабораторной, нормальной, выверенного решения. Так вот, что я забыл тогда сказать, и это очень важно. Конечно, интерференция наступает между двумя источниками на одной частоте работающими. Ну, в той самой полосе частот совместного излучения, она все-таки есть, да, сколь угодно узкая, но она находится в очень чувствительном диапазоне, и очень хорошо слышны проблемы там. Почему широкополосные динамики лучше, чем двухполосная акустическая система, потому что у них нет этого промежутка, этого интервала. Так вот, расстояние по формуле рассчитывается, ну, чтобы определить, допустим, частоту, которой можно делить это все в полосы, делается, сейчас это я пытаюсь линейку найти. Чтобы частоту нужно, скорость звука 330 метров в секунду разделить на, допустим, расстояние между вот этим. Если вы будете считать в каком-то калькуляторе себе кроссовер, то он наверняка будет использовать эту зависимость. Для рекомендации вам частоты раздела, ну, давайте измерим, что у меня здесь есть. Здесь примерно 16 сантиметров, ну, 15 сантиметров, 15 сантиметров, 330 разделить на 15, 330, ну, 2200, посчитайте, я болел тогда в школе, не помню. 2200, я не хочу 2200, я хочу 2800, однако вот 3800 я уже не хочу, и по этой причине тоже. Но тут есть нюанс. Мы посчитали расстояние между центрами излучателей, но мы же можем посчитать и расстояние от крайних частей. Да, там интенсивность, допустим, сигнала может быть чуть меньше, однако принимается, что все же она одинаковая. Таким образом, благодаря тому, что динамики представляют собой не точечный, не идеальный источник звука, это как раз и помогает избежать нежелательной, очень интенсивной интерференции. Это, то есть, хорошо. Это я говорю свое управдание, если я выберу раздел, там, сравнительно высоко, там, 3,2, допустим, я же говорю, я еще посижу несколько часов. Мне это интересно даже сделать, ну, то, что мне нравится. Я же, как бы, для себя делаю, а с вами делюсь просто тем, что вас тоже интересует, по крайней мере, если вы смотрите это видео, так наверняка. Вот такие вот дела, дорогие мои. Что-то еще хотел сказать? Есть у меня еще идея выпустить видео о натуральности звучания колонок в комнате и БСО, то есть Большого симфонического оркестра в зале филармонии. Я был на концерте и был поражен просто очередной раз, и это меня натолкнуло на мысль сделать это видео. Посмотрю, сделаю или нет, напишите, если вам это интересно, меня это поддержит в этом стремлении. Всем пока, оффи, друзья, дорогие мои, мои, либо.